Всем привет, вы на канале The Gaming, с вами как Сид Александр. Сегодня мы с вами вновь поговорим о Red Dead Online, поговорим о всеразличных слухах или точнее сказать о мифах Эрдова. Пользователи на различных форумах, в пабликах, у нас на канале в комментариях или на стримах часто пишут очень странные вещи касательно Red Dead Online и многие из них выглядят правдоподобно, но большая часть таких мифов всего лишь мифы и к реальности никакого отношения не имеют. За столько лет существования игры таких мифов накопилось очень много, о них мы сегодня с вами и поговорим. Конечно мы поговорим не о всех мифах, так что если ролик вам понравится, даже точнее будет сказать тема ролика, то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, а если ролик наберет 200 лайков, то вторая часть выйдет максимально быстро. Ну и не забывайте подписываться на канал друзья, всем приятного просмотра. Первый миф о Red Dead Online это конечно же то, что РДО мертв. Это наверное самый раздражительный миф, ведь появился он очень давно и помню как все писали эти слова, как только выходила новая неделя акций и бонусов РТО. С чем это было связано неизвестно, но давайте проверим является ли данный миф правдой. Конечно сейчас многие в комментариях могут написать, что это правда, ведь Rockstar уже целый год ничего не упускает, но это неправильно. Мертвый онлайн это когда в него никто не играет, но если обратиться к статистике в стиме, то увидим, что только в стиме онлайн в игре свыше 30 тысяч игроков, а ведь игра не у всех куплена в стиме. У меня, к примеру, в Rockstar Launcher у многих в эпике, а сложив все эти площадки мы получим внушительный онлайн, который говорит, что игра может и не получает нового контента, но точно не мертва. Даже если зайти в сессии мы увидим большое количество новичков и довольно оживленные сессии. Конечно тут не видно всех игроков на карте, да и сама карта куда больше карты GTA 5, но думаю это все реальные игроки, хотя многие будут жаловаться, что игроков в сессиях стало мало, но уверен, что многие как и я играют в закрытых сессиях, а на общем онлайне такие сессии никак не сказываются. В общем миф о том, что Red Dead Online мертва остается все также мифом и можно смело сказать, что в данный момент он опровергнут. Следующий миф заключается в том, что в нашем лагере с поднятым белым флагом мы полностью защищены от любых игроков или гриферов, к примеру. То есть лагерь работает по такому же принципу, как и в защитном режиме яхтов GTA Online. То есть в нас нельзя стрелять, динамитом нас не убить и даже не сжечь. Такой миф конечно стоит проверить, ведь часто видел как игроки писали в комментариях, что их преследует читер и убивает игрока даже когда тот находится в лагере и флаг у него поднят. Тут все довольно интересно, динамит нас не берет в лагере, коктейль молотва также не действует на нас, а вот лассо связать можно, а значит игрок нас может вытащить из лагеря, но в нашем случае миф указывает на то, что убить в нашем лагере нас нельзя. Так что проверив это и постреляв мы можем заметить, что и вправду игрока в лагере мы ранить не можем, даже не активно кнопка выстрела. Но вот есть небольшая недоработка, я считаю, что это именно недоработка. Если мы отойдем на достаточное расстояние и попытаемся выстрелить с винтовки, к примеру, у нас получится убить игрока, а все это из-за того, что у нас лагеря уже не будет видно. Вы такая прорисовка объектов, а раз лагеря нет, то и выстрелить мы уже можем в игрока. И соответственно убить его. Тут Рукстар скорее всего нужно было оставить возможность стрелять, а вот урон в пределах лагеря можно было отключить. А так как из-за определенных скриптов на большом расстоянии скрипт уже не срабатывает на атакующем игроке, и он смело уже может стрелять. А значит можно смело заявлять, что лагерь вас на все сто процентов не защитит от гриферов или вражески настроенных игроков. Следующий миф будет связан с самой безумной женщиной в Red Dead Online. Это Гаррия Девенпорт. Да, женщина очень серьезная, и как мы все знаем, что если убивать очень много животных, то при подходе к ней она вас опрыскивает своим средством, от которого вам станет плохо, и после чего вы с ней не сможете взаимодействовать в течение 10 минут. Но есть миф о том, что если убить очень много животных, но прийти к ней в бандане или маске, то она вас не опрыскивает своим чудо-зельем. Возможно из-за того, что вы в защитной маске. И вот тут прослеживается логика, и я конечно же решил проверить. Купил обычную бандану и отправился убивать животных. Делал это даже возле ее палатки, чтобы быстрее разозлить. И как только подошел к ней для взаимодействия, она конечно же применяет свое зелье. Но на этом не все, друзья. Я также решил проверить подобное и на масках. Ну мало ли, вдруг на маску ее злость не распространяется. Но увы, на маску у нее реакция точно такая же, а значит нашу Шизу ничем не остановить. Если она решила нас опрыснуть своим средством, то это произойдет. Так что миф смело считается неподтвержденным. Следующий миф будет связан с лошадьми в РДО. Многие знают, что лошади в игре крайне пугливое животное. Они могут испугаться не только хищных животных, но даже змей, которые просто оказались рядом. А про перестрелки говорить не нужно, от них лошади убегают на большое расстояние. Так вот, в сообществе был слух. Даже ролик видел подобное, что есть лошадь максимально непугливая, которая не скинет вас даже при виде гризли. Это лошадь мустанг. Да, именно про данную лошадь многие говорили, что мол купи и сам все увидишь. С помощью мустанга можно смело охотиться на пум, гризли. И вот пришло время нам это проверить. Для честности эксперимента я купил мустанга и не стал сразу его тестировать, а прокачал полностью, чтобы вопросов к нашему тесту не было. И отправившись искать хищников, я не был удивлен. Так как лошадь при виде хищника сразу скидывала меня. И я пытался успокаивать ее и делал ситуацию, когда хищник нас догонял, но все безуспешно. Лошадь нас скидывала. Конечно, все и так знают, что все лошади вас будут скидывать при приближении хищника. А значит, миф опровергнут. Но для справедливости стоит упомянуть, что используя активную карту медленно, но верно, лошадь вас не будет скидывать, пока активен у вас меткий глаз. Это заслуга только карты способности. Пользуйтесь. На сегодня это все мифы о Red Dead Online. Это малая часть того, во что верят многие игроки в РДО. Во что-то верил даже я сам. Так что если вам понравился данный ролик и вы бы хотели видеть еще подобные ролики в такой тематике на нашем канале, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте как можно больше лайков. Напоминаю, 200 лайков и новый ролик по мифам в Red Dead Online выйдет максимально быстро. Всем спасибо за просмотр и всем до встречи, друзья!